Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите в прямом эфире новый выпуск программы «Диалог». С вами Ирина Смирнова. И сегодня с гостем нашего эфира Павлом Григорчуком мы обсудим такие темы, как реформы МВД и юстиции, некоторые уголовные дела в Молдове. Ну что ж, Павел, добрый вечер. Давайте начнем. Рады видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Я прежде всего хочу извиниться перед телезрителями, что передача по моей вине началась с опозданием. Поздно, к сожалению, вырвался из Кишинева. Завтра будет суд по политическому делу группы Валерия Заболотного. Это те люди, которых обвинили якобы в покушении на олигарха Плохотнюка, который уже пятый год находится в заключении. И мы... Ну, проходит ряд встреч с коллегами, с дипломатами, в том числе по этому поводу. Мы тоже об этом поговорим с вами. Поздно вырвался, да. Да, мы с вами об этом поговорим. Да, мы сейчас будем с вами, да, работать без рекламной паузы. Поэтому, как оцениваете первые 100 дней правительства и парламента? Ну, у правительства еще нет 100 дней, а у парламента же есть. Я считаю, что парламент, который... и новая власть в целом, которая шла с антикоррупционной, антиолигархической повесткой, могли бы показать результат гораздо лучше. Потому что за эти 100 дней мы видели, как власть боролась с генеральным прокурором Стайногла. И все вот это, кстати, все вот эти уголовные дела, которые там... Вернее, одно уголовное дело, которое открыто против генерального прокурора, это, по сути, его бы не было всем, это прекрасно понятно, если бы он добровольно ушел в отставку. То есть это один из методов давления. Ну, хорошо, были же и какие-то... И это такая вишенка в результате первых 100 дней. И, кстати, вот, что касается первых 100 дней... Но были же и какие-то хорошие результаты? Какие-то? Вы сразу с плохих. Какие-то? Ну, потому что ожидания у людей были гораздо больше, чем результаты, которые мы сегодня имеем. Например, повальный рост цен, который у нас есть. Да, безусловно, углеводороды сегодня дорожают во всем мире. Да, но в то же время Национальное агентство по регулированию в энергетике, НАРЭ, которое поднимает нам тарифы постоянно, причем всегда поднимает. Это действительно агентство, которое получает, директора которого получают огромные зарплаты по молдавским меркам, до 100 тысяч доходят, до 100 тысяч лев доходят их официальные оклады. Они только теми занимаются, что постоянно повышают нам цены на бензин, на солярку, на тепло, на газ, на электричество и так далее. Так вот, директора НАРЭ, которые там сегодня находятся, это люди, которые были поставлены еще Плохотнюком. Еще при власти Плохотнюка. Совершенно очевидно, что огромное число людей, которые голосовали за нынешнюю власть, они ожидали, что в том числе эти люди будут изгнаны из этих хлебных мест. Потому что всем очевидно, что директора НАРЭ не обладают той репутацией, чтобы мы о них сегодня говорили, что они без сомнения преследуют общественный интерес какой-то, что они не участвуют в каких-то сговорах картельных, не знаю, топливных компаний, например, или каких-то других энергетических компаний. Всем очевидно, что, скорее всего, это наоборот, что они участвуют в этих схемах, и что все вот эти тарифы, которые они повышают, они грабительские. И почему-то их не отправили в отставку до сих пор. Что мешает новой власти отправить этих людей Плохотнюка в отставку? Что мешает новой власти отправить в отставку руководство счетной палаты? Напомню, это Мариан Лупу и господин Кетрару, который руководил НСБК при Плохотнюке и Филате. Вот что мешает их отправить в отставку? Счетная палата – это тот орган, который должен заниматься аудитом в госкомпаниях, государственных учреждениях и так далее. В том числе в компании с государственным капиталом, которая является Молдова-Газ. И как мы узнали недавно, что там огромный долг на нас висит в 700 миллионов долларов. Откуда вам появился этот долг в этой госкомпании? Как там тратят расходы? Ну, это не госкомпания, там часть акций принадлежат государству. Акции принадлежат, да, государству. То есть компания с государственным капиталом. Откуда эти долги появились? Почему эти долги снова включают нам в тариф? Смотрите, Павел, я у журналиста Александра Петкова на странице вот что прочла. Читая победные реляции властей о невиданных компенсациях за газ, никак не пойму, а зачем надо было настаивать через Норена тариф в 11.08. Не проще было сразу установить 7.50? Ну, честно, я не буду сейчас говорить о каких-то цифрах, потому что я не являюсь экспертом по газу, по энергетике. Нет, я просто зачитала одно из мнений. Но я, как и все граждане, внимательно наблюдаю за тем, что происходит. И меня смущает в данном случае, что люди, которые необоснованно повышали тарифы, которые соглашались на то, чтобы в энергетических этих всех сделках участвовали фирмы-прокладки Плохотнюка, которые имели свой профит, и этот профит закладывался в тариф, который мы оплачивали за свет, за воду, за газ и так далее. Так вот, эти люди все продолжают оставаться на ключевых должностях. Вместо того, чтобы они сидели в тюрьме, вместо того, чтобы провести хотя бы аудит и выявить эти схемы и нарушения, и передать результат этой проверки в компетентные органы, мы видим, что эти люди спокойно продолжают находиться в своих должностях. Я этого не понимаю, и я уверен, что абсолютное большинство людей, в том числе тех, кто голосовал за новую власть, они с этим не согласятся, потому что они ждали реальной чистки системы. Понятно, что за 100 дней невозможно очистить все судебные инстанции, всю прокуратуру, полицию и вообще все органы в целом. Это, к сожалению, довольно-таки короткий срок. Даже для такой маленькой страны, как Молдова, где количество этих чиновников не такое большое, как в Германии или в России. Но все равно за эти 100 дней мы должны были видеть результаты, что очевидные люди Плохотнюка теряют должности, что происходит какая-то проверка, выявляется нарушение, ущерб, который они наносили нам, обществу, государству, народу. Павел, давайте так, давайте мы с вами... Этого не происходит. Более того, мы, наоборот, видим, что люди Плохотнюка в той же прокуратуре сегодня возвращаются. Поэтому давайте мы поговорим сейчас о реформах. Реформах МВД, реформах юстиции. Все равно вы не являетесь специалистом по газу, да, в газовой области. Да, газовой отрасли. Давайте мы перейдем к реформам. Реформам МВД и юстиции. Хотя я уверен, что если бы мы поставили членов НРЭ компетентных, честных людей, то у нас наверняка были бы тарифы другие, даже несмотря на рост углеводородов в целом мире. Они были бы наверняка меньше. Что касается реформ в правоохранительной системе, то их нет. Ну, у нас нет реформ, нет никаких перемен ключевых, кардинальных, то, что является реформой. Ни в МВД, ни в прокуратуре, ни в судебных инстанциях. Более того, в МВД действующий министр госпожа Ревенко, она и вовсе заявила, что она под ее руководством в этом ведомстве будет происходить, продолжаться, вернее, будет продолжаться развитие. То есть при войку и при жездане и так далее в МВД, оказывается, было развитие, которое нужно продолжать. Или что? Я думал, она оговорилась. Нет, мы видим прекрасно по ее действиям, что никаких там ключевых перемен не происходит, за исключением того, что на ряд высоких полицейских должностей были назначены люди, которые когда-то вместе с ней работали в управлении МВД по борьбе с трафиком, с торговлей людьми, детьми и так далее. Это что, реформы? Это что, реформы? Да, если бы Саакашвили увидел, он просто сейчас там в Грузии в тюрьме сидит, но если бы он увидел, ему сейчас показали результаты нашей так называемой реформы, в сравнении с тем, что он проводил в Грузии в свое время, когда он был президентом, ну он бы просто хохотал, я думаю, да, потому что принцип его реформ заключался в беспощадной иллюстрации, когда выводили всех чиновников, всех, допустим, в том числе полицейских, выводят за штат и набирают заново. Те государственные служащие, которые обладают необходимыми качествами для того, чтобы продолжить свою работу, свою службу во благо народа, они, естественно, останутся в органах, да, то есть происходит фильтрация. Все прочие, все, мы про них забываем, а про бывших руководителей вовсе, их нельзя допускать к тому, чтобы они оставали в системе хоть в какой-либо форме. У нас, к сожалению, этого нет, это не реформа. То же самое происходит в прокуратуре. Сняли Стайногла. Стайногла был виновен во всех бедах последние несколько месяцев. Его обвиняли, не знаю, во всех. Вот единственное, я не могу понять, почему еще не обвинили в том, что газ подорожал. Наверняка там стоит рука Стайногла, да, он в этом виновен. Ну, я, конечно, утрею, иронизирую, вернее. Но хорошо, сняли Стайногла. Все, вы добились того, что вернули вот этого господина Робу, как Киртуака про него говорил, там, Чеда Уеда, да. Все, вернули. Новые замы, новые руководители Пичкокса и прокуратуры антикоррупции. Уже ничего не мешает для того, чтобы бороться против коррупции, да, для того, чтобы выявлять схемы и так далее. И что мы видим? Во-первых, мы видим, что на ряд ключевых должностей вернулись люди, близкие к Морариу, люди, которые служили олигарху-плохотнику. Это и Владислав Бобров, который зам в Пичкоксе, и ряд других прокуроров. Как они смогли, как они прошли вот эти фильтры, как они стали вот этими хорошими... А что вы, кстати, думаете о назначении Владислава Боброва? Я категорически против него, потому что когда-то господин Бобров участвовал в таком деле, как дело Антифа, по которому я прохожу главным обвиняемым. Напомню, это тогда, значит, Морарь, Бобров, Чебану, Кавкалюк обвиняли меня в попытке вооруженного государственного переворота накануне выборов 2014 года. Когда запретили, сняли с выборов партию Патрия, вначале нас с Патрией смешивали, потом пытались к Дадону нас приписать. Нашли там в каком-то сарае оружие, которое потом из этого дела было выведено, и непонятно, куда оно пропало. И это дело там развалилось до сих пор в первой инстанции, в нем нет ничего, кроме листовок, которые я издавал. И экспертиза Моники Бабук, тогдашнего министра культуры, которая выступила экспертом в этом уголовном деле о том, что листовки красных и черных цветов могут спровоцировать людей выйти на какие-то массовые беспорядки. Поэтому Бобров, человек, который сфабриковал одно из первых политических дел в нашей стране, он безусловно должен быть изгнан. И который участвовал в том числе в гонениях и преследованиях, незаконных преследованиях наших адвокатов, которые нас защищали. Адвоката Эдуарда Руденко, он сфабриковал одно из дел против него. И он сегодня возвращается, он вообще должен быть изгнан поджопниками из этой прокуратуры. Тем не менее, он становится одним из руководителей. А я что-то сказал? Я пока Боброва еще никак не оскорбил. Я просто сказал, что он должен пинками быть изгнан из органов юстиции. Павел, что вы думаете по поводу назначения судей Верховного суда? Опять же, к сожалению, понимаете, Верховный суд, Высшая судебная палата, как она у нас в Молдове называется, это должен быть орган, куда должны входить самые лучшие, самые честные судьи. Вообще, должность судей, она предполагает безупречную репутацию, потому что этот человек, он вершит судьбы людей. Особенно, если мы говорим об уголовных судьях, о судьях, которые участвуют в уголовном процессе. Хотя и судьи-цивилисты, они тоже вершат судьбы людей, они разрешат гражданский спор. По гражданским делам, да. Но когда мы, понимаете, человек, который должен вершить мою судьбу, вашу судьбу, любого человека, который так или иначе окажется в уголовном деле, неважно, подсудимым или потерпевшим, это должен быть человек с какими-то высокими моральными стандартами. Это должен быть человек, которого будут уважать и левые, и правые, и абсолютное большинство общества. И в высшей судебной палате должны быть самые лучшие представители этой касты. В то же самое время мы видим, что назначение у нас происходит в высшую судебную палату. К сожалению, у нас нет того, что там вообще в целом судебной системы очень мало порядочных людей, и особенно в высшей судебной палате. И мы ожидали, что когда будут сейчас проводиться назначения в высшую судебную палату, то будут назначать все-таки нормальных, порядочных судей, которые все-таки у нас есть. Ну, не все судьи у нас плохие. Есть много порядочных людей, которые ходят... Да, мы не раз говорили, что мы не можем об общающих говорить о всех. Конечно, потому что есть судьи, которые живут не в особняках, а в квартирах, которые ездят на машинах 10-летней, 15-летней давности. И не только судьи, в каждой системе есть такие люди. Совершенно верно. Не, я говорю о судях, потому что есть судьи, которые каким-то странным образом стали владельцами роскошных, и их родственники стали владельцами роскошных особняков, квартир, коттеджей, не только в Молдове, автомобилей люксовых и так далее. А есть судьи порядочные, которые не берут взятки. Вот их стоило бы, наверное, туда продвинуть, в высшую судебную палату. Но мы увидели, что в высшую судебную палату были избраны люди, которые, во-первых, к ним есть вопросы и касающиеся коррупционной составляющей. Например, одного из судей обвинили в том, что ему квартиру купил Дарин Дамир. Кто обвинил? Финн, олигарха Плаходнюка. Обвинили депутаты платформы ДА. И, кстати, этот судья, он избранный уже в высшую судебную палату, он никак пока не прокомментировал этот момент. И у него действительно есть эти квартиры. Хочу напомнить нашим телезрителям, что все те фамилии, все те люди, которые были названы сегодня в нашей передаче, имеют право на реплику. И имеют право на реплику, но и многие из них должны быть люстрированы, я считаю. Так вот, почему-то эти люди были избраны. И, как уже обсуждалось в интернете, в прессе, так совпало, что судья, которые были избраны в высшую судебную палату, это судьи, которые так или иначе помогали представителям новой власти либо в смещении того же Стайногла, либо в каких-то других вопросах. То есть это что, получается, какая-то оплата за лояльность? Так это получается. То есть сегодня из тех сотен, к сожалению, у нас есть сотни судей и прокуроров, коррумпированных, которые выносили незаконные решения, прекрасно знали об этом, которые людей невиновных сажали в тюрьмы и так далее, они сегодня получают сигнал, что, в принципе, если они проявят лояльность новой власти, то все, что они плохое делали раньше, что они нарушали закон, это все перечеркивается, обнуляется, как сегодня часто говорят, это слово, да, и они снова репутацией там... Павел, давайте мы с вами поговорим о политических делах в Молдове и в Приднестровье. Ну, Приднестровье – это тоже часть Молдовы. Часть Молдовы, да. Но, к сожалению, на этой части... Но, к сожалению, все мы знаем, что пока у нас существует неурегулированный конфликт. Совершенно верно. И более того, сегодня Приднестровье – это не просто часть территории, которая не под контроль на Молдовы, там, из-за каких-то языковых вопросов, которые там 30 лет назад были, да. Сегодня это часть территории, где... Которой сегодня откровенно управляет мафиозно-олигархическое клика шерифа. Это Гушан и Казмалы. И если в Украине, там, олигарх Порошенко потерял власть, в Молдове олигарх Плохотнюк потерял власть, в Румынии олигарх Драгня также потерял власть и даже уже успел отсидеть и освободиться, то вот на этом крючке земли олигархи как правили, так и продолжают править. И очень многие схемы связаны именно с Приднестровьем и так далее. Там, начинать с сигарет, заканчивая металлом. И люди, которые этому сопротивляются, да, это приднестровцы. Приднестровские политики, в том числе Олег Харжан или активисты какие-то, или просто инакомыслящие, они так или иначе их преследуют. И прежде всего, это, конечно, речь идет об Олеге Харжане, лидере приднестровских коммунистов, который сегодня уже четвертый год сидит в тюрьме. И очевидно, что он сидит ни за что, просто за то, что он критиковал проднестровскую власть, находясь там в оппозиции. Он уже пережил и ковид, пережил и инсульт, и его состояние ужасное действительно. И ряд посольств выступало за то, что он должен быть немедленно освобожден. К сожалению, молдавские власти, участвуя в переговорах, почему-то не используют, вообще не напоминают об этой проблеме, вообще об этом не говорят. Хотя приднестровские лидеры, они легко, значит, переезжают границу, так называемую, да, приезжают в Кишинев, используют аэропорт Кишинева, в том числе вип-зал аэропорта. Им ничего, значит, им никак не мешает. Кстати, сами жители Приднестровья почти год не могли приезжать в Молдову из-за вот этих всех ковидных ограничений, которые в Тирасполе наложили. А приднестровские лидеры спокойно себе приезжали, все у них хорошо. И почему-то им даже не ставят условия. А давайте, если вы хотите приезжать спокойно в Кишинев, пользоваться там нашим аэропортом и так далее, может, вы хотя бы освободите политических заключенных. Почему это не происходит? Почему не обращают внимания на нарушение прав человека в этом регионе, нынешней власти, для меня непонятно. Где вот это ведомство, которое занимается приднестровской тематикой? Что они там вообще делают? Там же куча людей работают, получают бюджеты, уже десятилетиями там работают, и толком, честно говоря, работы их не видно. Приднестровская тематика, проблема, она уже давно где-то там на десятом месте. Хотя это должна быть одна из главных проблем, обсуждаемых сегодня в нашей стране, и должна уже наконец-таки решиться. Непонятно, что происходит. А люди продолжают мучиться. Ну, в принципе, и это вытекает из логики, потому что если в Молдове, где, как у нас говорят, есть правовое государство, там есть Конституция, там являемся членом Совета Европы и так далее, происходит нарушение прав человека, и люди до сих пор сидят в тюрьмах по приговорам с фальсифицированными еще при власти Плохотнюка, то чему удивляться, что в Приднестровье, где вообще нет никакого контроля, ни правозащитных организаций, ни международного сообщества, ни... Ну хорошо, кто должен обратить внимание на эту проблему? Конечно же, власти. Власти, участники переговорного процесса. Большинство приднестровских правителей, чиновников и так далее, они свободно пересекают, приезжают в Кишинево, в многих здесь есть семьи, учатся дети в Кишиневе. Вообще, этот конфликт уже давно не имеет никакую идеологическую базу, потому что люди уже давно друг с другом не конфликтуют, что хорошо. И более того, элиты на обоих берегах также давно не конфликтуют, а наоборот, участвуют в разного рода схемах, контрабандных схемах, схемах по металлу, о которых я уже говорил и так далее. Просто всем, очень многим людям выгоден вот этот замороженный конфликт, выгодна вот эта серая зона, которую можно использовать для своих каких-то частных нужд. А проблемы людей их не колышет, их не волнует, особенно тех, кто сидит, особенно тех, кто сидит по беспределу. Вот тот же Дадон, который прекрасно знает Олега Харжана, и когда-то Олег Харжан помогал ему политически, скажем так, он вообще никогда не поднимал этот вопрос по поводу Олега Харжана. Не содействует никак. Не содействовал. Хотя он неоднократно встречался с Красносельским. Я уже не говорю о том, что его барсетка, господин Вылку, участвовал вместе с Андронакей, с этими всеми плохишами, участвовал во многих схемах по табаку, по металлу и так далее, вместе с Шерифом. Он почему-то никогда не поднимал этот вопрос. И это говорит многочеловеческой сущности господина Дадона. Харжан мучается, и я надеюсь, что этот вопрос освобождения Харжана и всех политических заключенных будет одним из главных в переговорном процессе. Мы должны поставить все-таки какие-то условия для Левого берега. И причем эту позицию по поводу Харжана поддерживает и Россия, потому что у Харжана есть много коллег в Госдуме, которые неоднократно выступали за его освобождение. Тем не менее, проднестровцы, они уже, имею в виду власти проднестровские, они уже и в Москве не подчинены. Павел, я вижу, что вы по делу Заболодного начали привлекать дипломатические миссии. Да, вообще, знаете, по делу группы Заболодного, напомню, это дело о якобы покушении на олигарха Плохотнюка, когда нам показывали кадры неких людей, которые якобы чертили в песочнице план покушения на олигарха. Кстати, все эти люди, которые чертили вот этот план, никто из них не был посажен, не был даже арестован, даже задержан. И более того, эти люди, которых нам представляли как киллеров, они стали свидетелями в этом деле. То есть они участвовали в инсценировке. Но, знаете, когда их задержали, мы все смеялись, что вот глядя на эти кадры, всем было очевидно с самого начала, что это полная чепуха, что якобы Плохотнюка хотели, там кто-то пытался убить. Несколько месяцев готовился этот план покушения. Значит, сумма в 200 тысяч долларов называлась. Ну, то есть как-то не очень много на все это количество. Да, мы как-то с вами на одной из передач обсуждали эту ситуацию. И все тогда смеялись, но люди до сих пор сидят в тюрьме. Вот уже пятый год. И им, поверьте, не до смеха. Пять лет сидеть в тюрьме по лживым отверням. Что вам отвечают дипломатические миссии? И, чтобы перейдя к дипломатическим миссиям, хочу еще так же закончить, что, знаете, был просвет какой-то в 2019 году, два года назад, когда Плаха убежал, да, и казалось, что, ну, раз Плохотнюка уже больше в стране нет, ну, наконец-то этих людей освободят. И вообще все эти политические дела будут закрыты, что было бы правильно и справедливо, да. Тем более, что тогда провели обыски, я напомню, у тогдашнего председателя высшей судебной палаты господина Иона Друцца, и у него нашли, значит, в кабинете списки с уголовными делами, рядом с которыми он ставил пометки, что нужно в срочном порядке, значит, их рассмотреть и вынести приговор. И одно из этих дел было, в том числе, и дело группы Валерия Заболотного. И так и произошло. Его действительно в ускоренными темпами осудили, и причем комплект в той же апелляционной палате, который изначально должен был его осудить, Плешко снял всех этих судей, Людмилу Оуш там, вообще выгнали из судебной системы, просто потому, что она не хотела их осуждать. Ну, Оксана Робу зато выполнила задачу Плохотнюка, в том числе и по этому делу. И, но в 2019 году, когда стали выясняться эти обстоятельства, казалось, что уже само собой это дело должно закрыться, и люди должны быть уже освобождены. Ну, нет, вот уже прошло больше двух лет, люди продолжают оставаться в тюрьме, уже всем прекрасно понятно, что эти люди ни в чем не виновны, что Плохотнюк просто хотел себя виктимизировать таким образом, представить жертвой, и до сих пор использует это дело сегодня для того, чтобы манипулировать иностранными правоохранительными органами, чтобы его не экстрадировали в Молдову. Ну, куда вы меня хотите экстрадировать? В Молдову, где я до сих пор расследую дело о якобы моем покушении, там, это может повредить мои безопасности, да, и так далее, чтобы получить убежище. Только ради этого люди продолжают сидеть, и органы прокуратуры, прокуроры продолжают затягивать это дело, выдумывая там, по третьему разу уже этого свидетеля допрашивают, который отказался от прежних свидетельских показаний, которые он признал, что давал под пытками, под давлением того же Пынти, Кавкалюка и всех этих прочих людей, которые давили на него, чтобы он оклеветал, значит, группу Заболотного. Третий раз его допрашивают, все, никак не могут перейти к премьям, специально просто продолжают помогать Плохотнюку, и люди продолжают сидеть, это ужас. И вообще, чтобы закончить уже с уголовными делами, перейти к административным нашим делам, хочу просто напомнить, что вот наиболее ярким, наверное, иллюстрацией может быть дело Сергея Касавана, которого продержали несколько лет в тюрьме, он приобрел смертельную болезнь, вышел инвалидом из тюрьмы, погиб, потерял здоровье, потерял жизнь, потерял бизнес, тогда Кавкалюк с этими прокурорами организовали против него эту травлю, его жена это прекрасно рассказала, правда, когда смотришь это видео, то просто слезы наворачиваются на глазах, и его оправдали посмертно, его оправдали посмертно, вот что такая наша молдавская юстиция, и никаких реформ я сегодня не вижу, я вижу по некоторым областям наоборот, к сожалению, откат. Павел, до начала нашей передачи, нашего эфира, я вам показала два судебных решения, первой инстанции и апелляционной, дело было связано с тем, что во время чрезвычайного положения был определенный составлен протокол, который был обжалован в первой инстанции, потом в апелляционном суде, несмотря на то, что чрезвычайное положение за период 1 апреля 30 мая был признан неконституционным, вы видели решение, что вы можете сказать по этому поводу? Это еще один такой пример беспредела. Знаете, у нас, когда было первое и второе чрезвычайное положение, был целый вал людей, которые жаловались, что их оштрафовали по беспределу, что называется, что полицейские, констатирующие субъекты, речь шла о полицейских, они превышали свои полномочия, они просто выдумывали какие-то ситуации или даже провоцировали людей для того, чтобы составить штрафы. И причем иногда штрафы были, особенно в первое ЧП, там вообще были сумасшедшие какие-то. Все помнят прекрасно, когда бабушку, которая торгует зеленью, оштрафовал полицейский на 25 тысяч леев, только потому, что она была в публичном месте, без маски и так далее. Я уже молчу, сколько бы людей оштрафовали за то, что они в парке выходили, за то, что они ночью выходили, вели этот комендантский час, потому что, видимо, вирус, он ночью особенно опасен, поэтому вели этот комендантский час. Хорошо, Павел, но если мы с вами чисто логически, сейчас, даже если мы не юристы, кстати, вы общались с адвокатами, показывали эти решения, что они сказали? Понимаете, у нас в чем проблема. Большинство из этих решений, даже из самих протоколов, видно, что людей необоснованно штрафуют. Очевидно, даже по этим протоколам сфальсифицированным. Но проблема в том, что когда люди в законном порядке обращаются в судебные инстанции, чтобы реабилитировать себя в правах, они видят, как беспредел в их отношении продолжается. Потому что у нас действует такое негласное правило, что если полицейский достал лист, бланк для протокола, для дичизии, чтобы оштрафовать человека, то уже государство обратило внимание, органы начали работать. Как можно аннулировать? Как можно оправдать человека? Хорошо, Павел, а тот факт, что протокол был составлен во время чрезвычайного положения. После этого Конституционный суд высказался, что данное чрезвычайное положение было признано неконституционным. Соответственно, все протоколы выписаны за это время. Это должно быть аннулировано. Так должно быть по закону. Вы видели, что в решении этого не было? Да. И я объясню, почему. Потому что по большинству таких решений судьи их выносят, даже не читая заявления и рекурсы граждан, которые к ним обращаются. То есть вы считаете, что даже не читают? Нет, мы не можем утверждать это. Мы не можем утверждать, мы не знаем. Они просто принимают сторону, чаще всего принимают сторону полиции. Я просто вас спрашиваю, насколько логично оштрафовывать за то, чего по сути не было, если Конституционный суд выносит решение и говорит, что оно, чрезвычайное положение, было признано не Конституционным. Вы взываете к справедливости и к законности? Вы взываете к справедливости? Вы не понимаете, как такое может произойти, когда черным по белому написано одно, а судья выносит совершенно противоречивое решение? Вы пытаетесь основывать свое недовольство на каком-то здравомыслии, логике, в конце концов, законности. А, к сожалению, зачастую, когда граждане, простые граждане обращаются за то, чтобы... Видите, мы говорим просто о простых административных штрафах. люди обращаются к суду, чтобы они разобрали, что полицейский незаконно мне вынес штраф, что я там, не знаю, я там не успел надеть маску, или что вообще, в конце концов, Конституционный суд вообще отменил это ЧП, соответственно, эти протоколы все просто процедурно являются незаконными, и они не могут добиться справедливости. Это по административным штрафам. А представляете, какое чувство у людей, которые годами сидят в тюрьме ни за что и не могут добиться справедливости. к сожалению, наше эфирное время закончилось. Огромное спасибо, что вы приехали к нам. Все-таки успели. Успели выговориться. Да, хоть, может быть, не хватило нам времени, но все-таки мы с вами побеседовали. Спасибо, желаем вам успехов и хорошего вечера. И вам также. Уважаемые телезрители, также хочу напомнить, что в сегодняшней программе высказывались мнения, а не факты. Мы желаем вам хорошего вечера и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова